5 тысяч рублей на покупки в крупном продуктовом магазине. Жители Донецкой и Луганской народных республик, переехавшие в Югру, могут получить финансовую поддержку от Красного Креста в рамках программы «Поддержка переселенцев». В Югре раздадут 100 ваучеров семьям, нуждающимся в помощи. В региональном отделении помогут освоить и новую профессию. Об этом в следующем материале. Сведения о доходах. Пенсионер. Пенсия. Просто пишите пенсия и сумма. Людмила Широкорят почти год назад переехала в Сургут из Харьковской области. Уже получила российский паспорт и оформила пенсию. Другого дохода у женщины сейчас нет. Средств на жизнь немного. Обычно помогают продуктами в гуманитарном добровольческом корпусе. Теперь еще и в региональном отделении общественной организации «Красный Крест». Выдали сертификат номиналом 5 тысяч рублей на покупки в крупном магазине. Помощь, которая очень нужна. И спасибо большое Светлане Владимировне, что она организовала такой замечательный Красный Крест. Помощь людям. И спасибо Богу, что я встретила вот таких людей. Вот я живу дальше, как бы там ни было. Жители Донецка и Луганской народных республик, переехавшие в Югру, могут получить финансовую поддержку от Красного Креста в рамках программы «Поддержка переселенцев», которую реализует общественная организация. Рассчитывать на ваучеры могут люди пяти категорий. Например, беременные женщины, имеющие детей до трех лет, пенсионеры старше 60-ти, неполные семьи с детьми. На сегодняшний день выделен на регион порядка 100 сертификатов. Это полмиллиона для поддержки такой категории людей. И распространяется на всей территории Югры. То есть заявка может поступить с любого уголка. Перечень документов «Спасибо, сейчас интернет-сеть» позволяет. Гаджеты позволяют оформить документы дистанционно и передать этот сертификат на то, чтобы помочь человеку там, где нуждается. Вынужденные переселенцы могут получить в организации психологическую и социальную помощь. А совсем скоро появится возможность освоить новую профессию. «Красный крест» в июне приступит к реализации программы «Милосердие». В ее рамках обучат желающих уходу за тяжелобольными людьми. По окончании курса выдадут сертификат, который позволит трудоустроиться официально. Татьяна Евсюкова, Светлана Круковская, Рашид Латыпов, Фестиви Гория, Сургут.